всем привет начинаем мы играть в high stakes 4 часть нет воспит давайте посмотрим начальное видео нас начальную заставку так две крутых тачки одна из них porsche или две из них это и есть porsche а что стоит очка и случилось кстати я был не прав я сказал что это игра на движке 3 нет воспитает а неправильно это у них новый нет движок и porsche пятая часть вышла на движке 4 вот это и вы увидите насколько он похож этот движок даже карты похоже я имею ввиду не карты трассы похоже а вот интерфейс остался от третьих 3 нет воспитания движок они новый сделали кстати здесь разрушение полу появилась шкала разрушения но я не знаю внешний вид меняется или нет но вы увидите графика я уже поставил на максимум заиграть прям сразу я не знаю что такое карьера с родитесь на установлен гонщицами с целью зарабатывания денег покупаю выигрыш давайте карьеру будем играть давайте реально что-то новенькое буду играть карьеру блин нас опять нельзя все не хватает места написать так короче у нас сколько 25 тысяч баксов нам надо купить тачку что мы можем купить мы можем бмв z3 купить дождите мы можем все купить да просто у всех все дорогое короче 35 тысяч пятьдесят двадцать двадцатка да ну короче мы можем только начинать с бмв z3 какой цвет сделаем черный вот такой мне нравится атланта блог называется витрина что такое витрина так машина вращать нельзя здесь на этот раз можно смотреть статистику нам никто ничего не рассказывает теперь голос убрали интерьер можно посмотреть да как и раньше точно так же а а это что а это навращается это когда жмешь и более удобно сделали понятно что еще мы можем тут увидеть пока слайдов дизайнеры в бмв начали проектирование ростера z3 они задали с целью передать многолетнюю историю открытых спортивных автомобилей и в то же время использовать максимальное количество новейших технических решений двигатель z3 2.8 обладает мощностью 190 лошадиных сил и обеспечивает прекрасный момент вращения на любой передаче именно этого и ожидали все энтузиасты бмв шестицилиндровые рядные двигатели бмв прославили своей отзывчивостью на действия водителя и двигатель под капотом z3 не является исключением чтобы справиться с намного большей по сомнению с четырехцилиндровыми собратьями мощностью двигателя 2.8 кузов несущие конструкции z3 были значительно усилены полностью независимая подвеска обеспечивает ювелирную точность при прохождении поворотов именно этим и плавится бмв а вентилируемые дисковые тормоза на всех колесах обеспечивают надежное торможение кабине все элементы управления легко доступны бмв создал свой первый автомобиль небольшой седан под названием gixi в 1928 году после многолетнего опыта создания самолета среди известных родстеров прошлого есть такие автомобили как бмв 507 55 года выпуска и обновленная и более мощная версия этого автомобиля названная прикольно здесь даже перевели все на русский класс у тачка на самом деле не такая уж плохая хорошая . за 3 сожалению что здесь вращать уже убрали такую возможность также здесь нам ничего не рассказывать нельзя в историю нажать то есть они упростили многие моменты на самом деле так ну что как купить цена приобрести да а что такое счет затраты все покупаем тачку все поехали соревнования чем она отличается европейский тут до гараж призовая комната что такой гараж хорошо здесь наш автомобиль можно ремонтировать его понятно далее улучшение низкая подвеска моделизируем покрытие улучшение сцепление с дорогой управления можно улучшать будет что-то но пока недоступно дальше витрина это мы смотрели трансмиссии автоматически откидной закрыт можно можно открытые можно закрыть и давайте открытым сделаем можно продать здесь тысяч понятно назад это то что гаража касается что такая призовая комната а здесь вот разные турниры мы будем проходить кто короче тут очень много гонок будет призывая выставочный зал что такое выставочный зал но это просто посмотреть на ну что пойдем первый турнир какой то есть поехали счет трасса да ничего убирать нельзя про трассу тоже на этот раз уже в этой версии нам ничего никто не рассказывает все что мы можем сделать это вот так вот промотать все гараж призовая комната все давайте входить плата за вход 0 пресс 13 800 общий призовой фонд первое место 5000 ну давайте поехали попробуем что это такое новый режим там я посмотрел можно тоже турнир играть тоже там открывать машины и все но мы начнем карьеру посмотрим насколько это интересно чем отличается пошел тут тоже на русском все переведено вот смотрите графика движок больше напоминает porsche то есть porsche это модифицированный движок high stakes нет вас пичетвертого хотя я всегда думал что это игра сделана на движке третьего нет фаспида наверное поэтому она у меня не запускалась то что это другой движок пошел и у меня какие-то проблемы возникали сюда с этой игрой ну вот даже вот этот раз и пыль вот она точно так же как в нет фаспиде тенет пыль вот это вот это как в третьей части еще она не особо напинает porsche но вот карты напоминают уже по текстурам как-то нет вас porsche единственный минус который заметил здесь неудобная карта вот посмотрите на карту неудобно неудобно потому что я не вижу и она все время так в таком вот виде да я не вижу где я там и прочее но приблизительно вижу что от поворот налево направо но это сделано неудобно раньше была мини карта которая всегда менялась и она была намного удобнее так что еще я вижу я в милях по моему все я не менял на километре тут все в мире значит моя скорость 100 миль до 100 миль соперников теперь не 86 почему-то но всего участников раньше было 8 теперь почему-то 6 возможно только в этой гонке дальше будет их больше управление насчет управления скажу она стала еще более аркадным нет воспит третий намного сложнее по управлению как мне кажется правда здесь например дорогу сделали более узкой из-за этого наверное решили сделать более легкое управление более аркадное насчет компьютеров смотрю я далеко не оторвался от них еще один минус я не вижу заднего бы зеркала заднего вида где она вот я не вижу ничего давайте посмотрим может поставить можно список соперников рекордный зеркало хорошо сейчас включим вот теперь я это вижу это хорошо это не минус значит просто почему-то изначально выключено было теперь мы видим как сзади вот задние смотрите зеркало как текстурки исчезают прямо когда далеко уехал кстати вот этот трек который сейчас играет это спорше трек я помню его также мы смотрим что у нас появилась вот повреждение повреждение двигателя управления кузов подвеска но вроде как машина на вид машины это не влияет никак то есть это просто технические характеристики меняются и тебе потом деньги надо тратить после гонки и докупать все ремонтировать соответственно меньше денег зарабатывать будешь если будешь много врезаться но это уже да вот в парше это довели уже до совершенства там уже машины начали ломаться там уже улучшили это все дело а здесь это только начиналось все дело вот так вот что могу сказать про трассу трасса довольно таки нормально интересное да она напоминает парше но я просто играл парше а игра же вышла перед парше поэтому они в парше использовали некоторые моменты с этой игры вот напоминает что тут движок сама деревья текстурки все это вот как-то напоминает парше только парше это конечно улучшили там графику допилили здесь него это еще только начальная начальный этап и здесь неудобное меню сделано старое осталось с третьего нефа спида она здесь не особо подходит здесь надо было что-то другое сделать но они решили просто использовать старый движок старый движок интерфейса так ну что мы проехали нас 30 очков пробел для продолжения что дальше 3 следующая трасса а и за каждую победу нам дает 5000 прикольно или нет 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 5000 у меня оставалось на счету мне пока что ничего не дали это если я выиграю в турнире тогда мне дадут какие-то призы а пока нет land stress land stress напоминает какое-то немецкое название как будто мы в нермании сейчас тоже два круга посмотрим что за трасса когда я смотрел турнир если играть но не карьеру турнир там написано что 7 трасс и 8 соперников вроде как соответственно значит есть трасс меньше все-таки чем нет в спите третьем но тогда когда мы будем сейчас карьеру проходить нам это очень быстро надоест мне кажется потому что трасс мало а турниров надо будет много всяких ездить проходить выигрывать соответственно все быстренько надоест на единственное что они могут сделать ночь день вот это менять плюс они могут сделать что трассы станут зеркальными когда ты стартуешь в другом направлении совсем тогда это как-то разнообразить все дает скорее все германия трасса в германии как мне кажется кстати я так и не проверил можно было машину ремонтировать или нет может быть мне стоило нажать ремонт перри перри жди чем я начал вот эту гонку надо будет проверить сколько это будет стоить интересно но я как бы врезался один раз вроде как это не помню где постараюсь здесь не врезаться тогда уже может быть когда идеально проходишь с новой машиной но как бы без повреждений тебе еще дополнительные дают деньги наш тяжка шажа что такое что к скорости а все нормально я так думал что у меня как будто передача не переключается это просто под горку мы ехали в гору так что я хотел сказать обрезался я вот что я хотел сказать но подвеска он только пострадала в основном и кузов до двигатель практически мы как мы видим не страдает видимо это когда будет очень сильное столкновение в лоб лоб что-нибудь такое так сколько время аук круги очень маленькие на самом деле минута двадцать до минута двадцать значит а значит можно будет быстро проехать все это дело я просто интересно вот эта карьера в чем она отличается просто ездим покупаем новые машины и участвуем более дорогих турнирах в некоторых например надо будет в некоторых турнирах надо будет иметь какую-то крутую тачку чтоб выиграть потому что если у тебя будет плохая тачка ты там не займешь места высокие если там у соперников тачки крутые так понимаю пока я не разобрался что такое карьера я только понял что машина ломаются надо их ремонтировать и в зависимости от какого места ты на каком месте ты приедешь ты получаешь призы некоторые турниры соревнований вот наверное как это можно бесконечно проходить она бесплатная соответственно если ты где-то там машину разбил у тебя не хватает золу в смысле денег ты можешь спокойно бесплатно участвовать проходить набирать деньги таким образом ну по крайней мере мне так кажется все это дело смотрим как на самом деле все это я щас проеду эту и следующую и на этом видео закончится и мы продолжим в следующем видео там дальше наверно какую-то машину уже смогу купить хотя нет наверно за мне всего 5000 дадут если дадут 5000 что это реально мало будет мне не хватает 5000 ух чуть-чуть разбил после сока сообщений пишут я думаю что там случилось на ничего там не случилось так 60 очков у нас на 10 очков преимущество смотрите одни марсетесы дальше только у меня боевая может я еще машину подарят а так как мне выйти продолжить продолжить надо выйти нажимать окей главное меню дисквалификации ремонт авто выставочные сохранение не вижу давайте ремонт сделаем сколько будет стоить 400 довольно таки дорого да давайте ремонт всех повреждений а кстати было что-то по моему царапины какие-то на машине появляются все-таки сделали они какое-то повреждение движок повреждений какой-то есть все-таки road и дом давайте дальше поедем я думаю я карьеру начал может все-таки турнир пройти там все семь трасс а потом или ладно уже карьеру вначале пройду а потом уже дальше после карьеры турнир пройду уже плюс тут полицейские тоже есть преследование и все дела все это есть так какая трасса у нас новенькая что у нас тут нас ожидает увы какая она узкая для новенькая машина сейчас тачка я как-то не хочу и царапать вообще хочу проехать просто идеально посмотреть дадут ли какой-нибудь бонус или что-то за то что ты без повреждений проехал я помню в парше был бонус денежный за то что ты чисто проехал машина не повредил то есть сто процентов все отремонтировано должно быть после окончания то есть там можно было чуть-чуть царапнуться но если у тебя это повреждение и приносит то на тесса на получше полностью были такие моменты черт подпрыгнул я ладно это минимальное повреждение конечно но действительно трассы напоминают трассы с нет фаспида парше он лишь реально вот вот такие вот заборчики там были что-то похожего дома похожие были все это оттуда там только движок доделали все таки и по-другому даже знаки его точно такие же знаки были использованы в парше я помню так скорость большая у нас тут какое-то искривление да какой-то поворот жесткий но это начальная карьера здесь как ты как вы видите ничего сложного на просто умею ездить более-менее как бы компьютеры не могут даже не ко мне приблизиться то есть он смотреть 8 секунд у меня уже преимущество а это еще только начало ох я просто думал сюда начали на проехать было а потом оказалось это просто дополнительный проезд через который не обязательно было ехать ну вот трачу деньги в пустую конечно ну ладно это часть игры так было задумано так что проеду все будет окей здесь очень узко здесь я боялся врезаться оказалось здесь вообще не врежешься потому что улочка большей скорости здесь нету поэтому все окей бмв вот это за 3 так понимаю что тут чуть ли не самая слабая игры машина в игре рассмею дали изначально она самая дешевая это значит что скорости будут намного выше то что сейчас я еду это поэтому и легко мне едется потому что вот снова туда же врезался надо чуть левее давать но сейчас реально очень низкая скорость поэтому я ошибок минимум допускаю но единственное вот врезался там тут но это все фигня это потому что я трассы не знаю буду знать трассу все получится ой сюда ну аркадное довольно таки управление ты едешь плавно тебе не заносит зад машины никак то есть тут вылететь прям развернуться как в парше не получится тут самая большая прямая щас но я уже помню как ехать здесь даже можно поворачивать не отпуская газ она спокойно поворачивает настолько аркадно сделано вот я сейчас вот часа газ отпустил потому что я уже перестраховался но вообще тут можно не отпускать газ все входить поворот и все нормально будет вот я вхожу сейчас все довольно таки просто но это наверное потому что первая тачка не управление нормальная и скорость низкая поэтому можно так делать с другими тачками будет посерьезнее все посложнее чё приехали кстати вон на какой рекорд стоит а кстати смотрите сервис все разбитое до так поздравляем успешно прошли этот круг вы награждаетесь золотой медалью класс золотая медаль нажмите пробел для продолжения а золотая медаль я понял что это такое почему у меня здесь нет ничего а потому что это европейская то есть в каждые пять гонок то есть это вообще долго будем играть понятно хорошо если следующий жать что там надо бесплатный вход и уже 10 тысяч дают понятно тоже три трассы будут по два круга любой класс уровень мастерства любитель я понял хорошо давайте туда отремонтируем где наша тачка вот она разбитая кстати крутить можно все таки здесь смотрите сзади все нормально что я не врезался здесь вот видно было я врезался то есть более-менее повреждения хоть как-то приближены так ремонт авто ремонт всего он смотрите как опа и ровненько все красиво отлично ну что давайте посмотрим что у нас еще здесь есть это у нас режим карьера и мне интересно как сохранить можно этот режим карьера загрузить до она сохраняет я понял хорошо сетевая игра загрузить титры кстати какие титры я забыл вам показать титры в третьей части там очень интересно не сделаны фотографии то есть два варианта можно либо титры прокручиваются так либо фотки мы смотрим так можно паузу нажать и посмотреть прочитать для она вот это реальные программисты как они раньше выглядели сейчас программе снежка по-другому выглядит но в целом видите они все такие уставшие немного прям как я сейчас играю в эту игру комментируем два игрока до тоже можно два игрока делится экран ну и вот смотрите турнира сродитесь за си очки серии из восьми гонок а восемь гонок я перепутал восемь гонок восемь автомобилей семь гонок у 10 7 гонок почему-то сделано последнего летает выиграть призовые трассы то здесь трассы открыть можно а здесь можно тачки открыть станьте лучшим ментом понятно так я вот думаю может мы и начнем тогда карьеру мы начали в первом видео это понятно а дальше мы начнем например просто вот турнир начнем как тут что тут а тут вообще и и и класс есть это самый быстрый подожди профи но я буду профи я чемпиона не беру потому что я еще только начал играть в эту игру ягуар снова эта тачка с прошлого раза осталось здесь здесь тачки очень похожие макларен f1 это со второй части игры это то что мы открыли вот эту машину она была секретная во второй в третьей части все остальное не подходит да но я бы на макларене проехал мне всегда он нравился макларен тачку нельзя посмотреть а вот я нажал вот она сравнить автомобили давайте сравним сравним вместе с ягуаром например так у нас все лучше хорошо дальше сравним мы линстон-сторм тоже у нас круче тачка что еще у нас есть mercedes максимальная скорость у него больше у нас управление и разгон выше я предпочитаю разгон что еще есть ну больше не с чем сравнивать эти коди bmw m5 торможение только лучше понятно назад давайте посмотрим витрина может кто-то начнет говорить тут все таки давайте тогда послушаем здесь макларен макларен f1 gtr был лидером среди спортивных автомобилей с 1995 года когда он выиграл 24-часовый гон по ла-манж впервые принял в ней участие ни одному автомобилю до этого не удавалось завоевать такую значительную победу в первый год производства но для макларена это не удивительно многие эксперты считают gtr лучшим спортивным автомобилем всех времен f1 gtr является также самым красивым автомобилем в своем классе его стеклопластиковый кокпит очень необычен водитель размещен в нем посередине макларен это один из наиболее удачных создателей спортивных автомобилей на его счету огромное количество побед в различных гран-при начиная еще с тех времен когда макларен был основан новозеландцем брюсом маклареном в 1963 году после трагической гибели брюса макларена в результате несчастного случая при испытании спортивного автомобиля в 1970 году компании удалось воплотить его мечту и стать одной из наиболее знаменитых компаний по производству гоночных фитера автомобилей макларен и сегодня продолжает доминировать в формуле 1 макларен gtr это модифицированная версия дорожного автомобиля F1 в gtr установлен 12 цилиндровый V-образный двигатель производства bmw отъемом 6,1 литра бмв этот двигатель также отличается невероятной надежностью что очень важно для гонок на выносливо макларен 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 но я никогда не слышал про такие гонки я знаю лиман 24 часа есть так интерьер давайте посмотрим что у нас что-то ничего не видно что это такое вот интерьер какой-то ужасный сделал что это такое вообще какое-то качество ужасное вот смотрите здесь вообще не просвечено ничего я ничего не вижу а здесь вот от балды как-то фотку сделали ужасно просто то ли они не хотели показывать потому что там нечего показывать потому что может это концепт какой-то там еще не доделано было но мне не нравится как нарисовано статистика обычная техническая статистика характеристики 200 миль короче выжимать может очень быстрый очень быстро тачка 4 3 мили это не километры это мили это просто нереально что-то круто так меню понятно ну что наверное следующее видео начну все-таки турнир пройду потому что если я пройду турнир я открою какую-нибудь машину новенькую и мы тогда в карьере можем что-то новое прикупить или все-таки лучше карьеру начать продолжать проходить потому что я уже ее начал да ну сколько тут раз два три четыре одно видео второе третье еще одно видео я сделаю четвертое пятое но можно так тогда мы турнир закончим а потом можно турнички турнир проиграть тогда ладно тогда это сделаем я карьеру еще два видео сделаю мы закончим этот турнир европейский и потом у нас уже на деньги на тачку будут и мы что-нибудь прикупим но прежде чем мы прикупим мы сходим турнир сыграем каком-нибудь тачку может выиграем хотя с другой стороны турнир тоже долго играет там же наверное сколько восемь трасс а давайте посмотрим сколько кругов ехать мне интересно тоже четыре или два а так профи почему ничего нельзя выбрать типа сразу стартует да турнир ну давайте посмотрим я просто посмотрю и выйду мне просто интересно а давайте еще скорость посмотрим это ж макларен правильно четыре круга подождите то макларен да почему такой медленный там же обещали до сотки нереально быстро не это не макларен не может быть макларен там было написано а это ягуар но все равно он странно какой-то макларен был написано до сотки за четыре за пять секунд там практически он давай чемпиона я чисто посмотрю как она едет я просто не понял а уже другая трасса каждый раз по-разному что-то ну типа турнир а я типа я его проиграл что ли у меня 0 очков теперь но да скорость нереальная вот это то что мне и надо впереди mercedes походу да так повеселее но повреждения кстати тоже есть но они так я так понимаю они на них деньги не нужны и сразу после следующей гонки после этой тебя новенькая машинка точнее на весь турнир будешь машину ломать ну это конечно сложность нереальная смотрите какая скорость ну ладно это будет весело я чувствую поиграем чуть позже так ну тут хоть есть чем заняться потому что вторая первая вторая третья части там вообще ничего не было можно в третье еще там за полицию было поиграть и все там конечно было так скучновато турнир прошел и все делать нечего там но можно синглплеер там еще чуть-чуть поиграть но это все не то вот смотрите на видео сейчас как едет он он между деревьями красиво там такси проехал вот смотрите ну а здесь не видно да здесь автобан какой-то ну ладно все ребят кто никогда не видел эту игру качайте играете на rootrecker.org есть сборник игр и со спидов антология и она вот работает на windows 8 как у меня все что надо сделать установить и все распаковать там все патчи из-за вас уже выбрали и просто жмешь далее 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 и все ну давайте посмотрим еще демку такое здесь видео сжатое я не знаю это в оригинале наверное точно так же потому что у меня большой монитор сейчас и видно вот что графика плохая если бы она была в маленьком квадратике как раньше были маленькие мониторы 15 дюймов да или сколько там даже 13 наверное дюймов были там было бы лучше выглядело ну ладно спасибо что смотрели подписывайтесь на канал у меня много разных игр других ставьте лайк пишите комментарии увидимся и вступайте в группу вконтакте пока с вами был андермалик чао у меня я это у меня это